Команды обменялись голами. Счет открыл на 23-й минуте Виталий Абрамов, что стало закономерным итогом контратакующих действий волгоградцев. На 52-й минуте Георгий Димитрадзе провел ответный мяч, что также выглядело логичным. К этому времени Алания заиграла гораздо острее. Этому способствовало и появление во втором тайме Артура Погаева. И еще один новичок появился на поле после перерыва. Боковой арбитр Георгий Савчук заменил в качестве главного, внезапно занемогшего Сергея Анохина. Место же на бровке занял Владикавказский резервный судья Эдуард Бегизов. Но об этом мы узнали позже, а пока на 66-й минуте атаковавшая Алания пропустила выпад гостей. На мяч одновременно бросились Заур Хапов и Михаил Осинов. Этот эпизод и положил начало скандалу. Эдуард Бегизов, ближе других видевший эпизод, протестующий замахал флажком. Того же мнения был и главный арбитр. Гол он отменил. Волгоградцы тоже особо не спорили, ведь по неписанным футбольным законам идти на воротаря с прямой ногой явный грех. Ситуацию взорвал эпизод у противоположных ворот двумя минутами позже. Во воротарской ротора рухнул Артур Пагаев и судья указал на 11 метров. Волгоградцы еще продолжали толкаться с арбитром, когда на поле вышел один из руководителей ротора. Кажется, это был Ринус Шох и увел команду с поля. Еще минут 10 прошли в ожидании, что гости одумаются и вернутся на поле. Когда этого не произошло, матч завершился. Алексей Николаевич, хотя вы являетесь председателем инспекторского комитета Российского футбольного союза, а также являетесь членом контрольно-дисциплинарного комитета, у меня есть предложение высказать частное мнение по поводу случившегося, естественно, и затрагивая правовой аспект, и моральный. Почему частное? Потому что все-таки главный вердикт будет вынесен 27 числа после заседания, разбора соответствующих футбольных инстанций. Правильно ли вы? Абсолютно верно. И я бы остановился на двух аспектах. Вы правильно заметили, это вопрос правовой, вопрос поведения команды в этой ситуации, когда, честно вам скажу, достаточно неожиданное решение принято руководством ротора, пренебречь интересами зрителями, зрители уйти с поля, что бы там ни случилось, какие бы поводы там, допустим, судьи не давали. Поведение судей и оценка качества судейства – это второй аспект, и он, опять же, в соответствии с законом, будет разбираться во вторник на заседании экспертно-судейской комиссии, затем эти документы будут представлены к нам на заседание бюро КДК, контрольно-дисциплинарного комитета РФС, ПФЛ, и мы уже будем принимать окончательное решение. И все-таки, Алексей Николаевич, а каковы же санкции, вот с вашей точки зрения, так сказать, безотносительно часто ли расследование у нас с вами, или уже, так сказать, касаясь вашего статуса? Ну, эти санкции все предусмотрены как раз в регламенте соревнований, о котором я сказал. Я думаю, что после тщательного анализа всех проступков, и в том числе персональных некоторых руководителей, команде будет защитно техническое поражение со счетом 0-3. А, значит, что касается материального штрафа, там, скажем, в виде денежного штрафа, или команды, или отдельных руководителей, кто конкретно, это уже будет после, я еще раз повторяю, тщательного анализа на КДК, будут вынесены и персональные, определенные персональные нарушители вот этого регламента соревнований. А теперь, собственно, о тех эпизодах, которые предшествовали тому, из-за чего разгорелся сыр Бор. Ваша точка зрения, когда это все, в принципе, началось? Ну, вот я хотел бы пояснить некоторые аспекты судейства этого матча, начиная даже не касаясь пока тех деталей, которые были в ходе единоборства оценены арбитрами, а касаясь общей организации. К сожалению, получилось так, что сами арбитры узнали о назначении буквально за один день до начала этого матча. Более того, я скажу, что они не сумели достать билет на прямый рейс Москва-Алдикавказ, бригада московских арбитров во главе с Сергеем Анокиным судила матч. Добирались они через Нальчик, то есть достаточно трудный был путь, и, наверное, вот уже усталость и физическая, и психологическая уже даже на этом этапе начинала сказываться. И, конечно, сам факт, то, что мы вот знаем уже, произошло, то, что пришлось в перерыве заменять арбитра в поле Сергея Анокина, когда он почувствовал недомогание. Вот детали первого тайма, фрагмента, который нам удалось посмотреть, вообще претензий к Анокину никаких нет. Там был достаточно один спорный эпизод, связанный с единоборством игроков в Штрафной площади, когда первоначально игрок Аланни толкал, значит, защитника Ротера, а затем, как бы вот уже потеряв то сопротивление, которое было со стороны нападающего защитника, уже защитник вроде бы отталкивал нападающего. Здесь Сергей Анокин вообще занял великолепные позиции вот с точки зрения методики судейства, видел в профиль, как мы говорим, это единоборство, хорошо в нем разобрался, считаю, что правильно здесь он поступил абсолютно. Так, ну и так перерыве поменяли арбитра. Вот сама процедура, ну так сказать, замены арбитра, кто принимает решение? Как правило, значит, у нас есть там так в протоколе матча градация, что первый, кто записывает в рапорте главный судья, считается его как бы первым помощником, и он должен выходить. Я сейчас не знаю детали, кто же там конкретно записан, но видно вот совместное совещание судей и инспектора, Анокин уже все-таки он был в состоянии тоже принимать решение. Посоветовавшись, они решили назначить вот Георгия Собчука в качестве главного арбитра, а вторым помощником, четвертый резервный судья, который представляет местную коллегию, это тоже все по закону, это все в рамках регламента. То есть здесь соблюдены были все организационные моменты, все правовые нюансы были выполнены от и до. Но теперь сам факт уже выхода Собчука на поле. Ну вот честно говоря, я думал, может быть, второй бы помощник Бобок был бы здесь более предпочтительным. Во-первых, это молодой арбитр, с которым мы связываем определенные надежды. Он имеет навык судейства матчей в поле. Но Собчук, по-моему, давно уже не выходил вот в этом качестве. А это совершенно другие навыки помощника и судейства в поле. В том эпизоде, который вызвал большие достаточно предпочтения, наверное, и Собчук, и помощник судьи, допустили методическую ошибку. Обратите внимание на характер движения игрока Волгоградцев. Все-таки он не играл акцентированно в Хапова. То есть я не вижу здесь, что было умышленное нападение на вратаря с целью помешать ему сыграть. Оба, и нападающий, и вратарь, они действуя играли на мяч. И вратарь не имеет особого преимущества в штрафной площади, кроме как разрешения играть руками. То есть это единоборство должно расцениваться как борьба двух соперников, стремящихся овладеть мячом. Вторая деталь, тонкость. Обратите внимание, как были характеры выполнения вот этого подката или прыжка, который сделал нападающий Волгоградцев. Он был акцентирован на мяч, даже более того, не на мяч, а в сторону от мяча, в сторону от вратаря Хапова. То есть он как бы упреждал возможное единоборство и угадывал, куда полетит мяч. Наконец, в-третьих, обратите внимание, то же самое на эпизод, когда помощник Савчука, уже местный арбитр, поднял флажок. Тогда, когда после единоборства вскочил вперед нападающий Волгоградцев, овладел мячом и закатил его в ворота. Вот здесь, и наконец, еще четвертый аспект всех этих моментов. Что же назначил? Какой? Штрафной или свободный удар? Потому что, если бы он, судья, оценил это как опасную игру, то он должен был назначить свободный удар, то есть поднять руку вверх. А он расценил это как опасное нападение. Честно говоря, проглядывается это опасное нападение с трудом. Факт тот, что он принял решение после влияния помощника, вот в этом как раз и является его методическим просчетом. Дело в том, что мы рекомендуем помощникам в штрафную площадь не влезать. Они должны указывать место, они должны указывать расстояние, где это произошло. Но характер нарушения, как правило, должен брать на себя главный орбит. Судя по тем фрагментам, которые мы сейчас проанализировали, с учетом тех деталей, которые вот видны на этой пленке, я думаю, что здесь гол был правильный. И при оценке второго спорного эпизода, который буквально через несколько минут возник, я говорю о том пенальте, который назначил новый главный орбитер Георгий Савчук в эпизоде, когда после прострела с левого фланга он усмотрел нарушение в единоборстве нападающего Алани и защитника Ротера, как раз умысел со стороны защитника и назначил этот 11-й метровый удар. Здесь я тоже прошу обращать внимание вот на такие детали. Во-первых, игрок этот нападающий мечом не владел. Сам факт его нахождения за спиной защитника, он вообще, так сказать, заставляет задуматься, а как же он его, защитник, толкал? Ведь вот эти детали в оценке единоборств, как, что, чем, очень важны. Здесь, когда они оба после столкновения сели, даже складывается впечатление, что нападающий как бы утянул за собой защитника и вместе они повалились на землю. Алексей Николаевич, от частного к общему. Вот скажется ли это на общем отношении к судьям преть? Я обращаюсь лишний раз еще и к представителям команды, и к представителям прессы. Тяжело сейчас орбитам. Не поджигайте ненужные вот эти костры там, где особенных и нет. Поверьте, мы профессионально разберемся в тех действиях, которые заслуживают осуждения, и поддерживаем тех орбитов, которые профессионально и качественно выполняют свою работу.